итак друзья втарился я на вот эту двухкомнатную квартиру втарился как по полу так и по стенам закупил штукатурку отсев керамзит так ну и вот это видео больше хочу рассказать про то чем дешевле залить пол в хрущевке обычной вот у меня двухкомнатная хрущевка я посчитал у меня здесь средний свой где-то 5 сантиметров по полу если 5 сантиметров по полу на вот эту всю квартиру то у меня получается что здесь нужно два куба смотрите два кубика то есть чем дешевле залить если я буду переводить по весу то это примерно 2 2 с половиной тонны то есть две с половиной тонны мне нужно сюда поднять если я буду покупать какую-то сыпучку мешках допустим там стяжку и или что-то подобное стяжку я вообще не покупаю так как это во первых очень долго во вторых это стяжка на очень часто от отходит от пола поэтому я стяжкой вообще перестал пользоваться поэтому ну и смотрите если мне две с половиной тонны сюда надо то есть мешок у нас где-то 25 килограмм теперь если мы две с половиной поделим на 25 у нас получается 100 мешков мешок стяжки стоит где-то в районе 200 рублей где-то больше где-то меньше ну примерно в среднем пусть 200 рублей то есть смотрите у нас 200 рублей мешок умножаем на 100 мешков потому что ну две с половиной тонны это 250 это 2500 килограмм делим на 25 один мешок получается 100 мешков 100 мешков умножаем теперь на 200 рублей и у нас получается 20000 то есть 20000 рублей мне нужно заплатить за стяжку которая еще неизвестно будет ли она держаться или нет и плюс грузчики то есть подъем на в данном случае на 4 этаж и так у нас получается ну примерно я бы отдал где-то наверно 22000 теперь смотрите я покупаю керамзит то есть я нашел керамзит фракция у нас вот такая у нас это это сборная такая фракция керамзита то есть вообще он трех фракций идет совсем мелкие по моему до 0 5 что то такое потом от 0 5 до не помню скольки 0 до 3 по моему и крупная фракция 3 до 5 сантиметров то есть так как у нас здесь вообще керамзита нету в городе то есть вы перестали здесь выпускать то я купил был нашел один куб керамзита расфасовал с большого мешка на маленькие мешки и привез эти мешки и здесь мы его подняли в этот же день я привез куб отсева отсев выглядит вот так то есть это тут он очень мелкий отсева я тоже привез куб куб отсева стоит 900 рублей куб керамзита у нас здесь стоил 2500 рублей так отсев был также просто мы его высыпали то есть привезли на машине просто высыпали во дворе и грузчики его я его как бы нагребал в мешки с грузчиком а остальные там три грузчика поднимали то есть теперь смотрите у меня ну и плюс цемента цемента я взял сюда 5 мешков ну скорее всего уйдет где-то мешка 4 вот на вот эту комнату с кухней с коридором ну и возможно еще мешок два докупить придется вот в эту комнату так как сейчас я буду заливать пока вот только здесь вот в коридоре кухня и в этой комнате так как все заставлено ну и теперь смотрите у нас получается что на мешки у меня ушло по моему где-то в районе так 5 мешков умножить на 320 у нас по скидкам ну грубо говоря где-то ну пусть две тысячи две тысячи это на цемент то есть смотрите 2 500 прибавить две тысячи на цемент 2 500 это керамзит плюс две тысячи на цемент это четыре с половиной тысячи и плюс 900 отсев ну и плюс 1500 доставка и керамзита и отсева ну короче все в итоге ну сами посчитайте и плюс подъем грузчиков то есть там у нас получается ну я и плюс еще четыре грузчика то есть ну губы опять 5 человек по моему что-то я отдался за все короче тысячи четыре за подъем то есть у меня грубо говоря вот этот вот подъем и материал обошелся где-то 12 13 тысяч это уже с доставкой с подъемом все вместе с самим материалом получается грубо говоря мы экономим на материале вот в данном случае на по вот этой вот квартире мы экономим где-то порядка восьми тысяч рублей вот просто зная как бы что дешевле то есть вот этот вариант он самый дешевый при таком срое когда где-то 5 сантиметров ну от где-то там от 3 до 5 до 6 сантиметров где-то так мы в среднем зале 5 сантиметров то есть это творила вариант он самый дешевый дешевле этого вы уже ничем этот пол не сделайте единственно если вы будете только делать его ну совсем заливать то есть совсем чуть-чуть допустим там на 5-6 миллиметров но у нас это сделать невозможно так у нас вообще перепад по комнатам вот вот здесь уже три сантиметра принципе возможно перепад будет еще больше если когда мы вскроем вот этот пол но скорее всего ну примерно где-то три сантиметра то есть три сантиметра то есть как бы в ноль ну самая верхняя точка и вот от нее если прогнать то у нас перепад три сантиметра поэтому у меня здесь будет заливаться стяжкой 5 сантиметров ну то есть где-то больше где-то меньше ну в среднем 5 сантиметров ну вот по это я вам хотел рассказать ну и еще я купил вот такую вот сетку вот с такой ячейкой так но это она у нас только продается цена такой сетки 1150 рублей 15 квадратных метров ширина рулона метр 25 длина длина по моему так длина 12 метров вот эту сетку я сейчас прибью наверно на дюбеля вот этому полу уберу то есть так как тут это все соседям все дыры то есть мне нужно будет вот это все замазать то есть я щас пылесосом все это вытяну кстати да вот купил пылесос взял пылесос борт вот такой вот стоил он 5200 рублей была акция взял сейчас его попробую я им еще не работал только что привез посмотрю как он себя поведет не знаю дай бог что не зря тупил то есть обеспыливаю им пылесошу все потом грунтую потом все вот эти вот дырки замазываю пропиниваю все вот эти вот дыры щели после чего промазываю клеем для кафеля то есть замазываю просто пол где вот какие-то вот дырки будут чтобы не дай бог соседям не убежала после этого буду соотношение ну часть цемента наверно четыре части песка с керамзитом все это мешать добавлять штукатурки немножко то есть там буквально губок горс точку штукатурки штукатурка связует воду и вода уже вот так вот не бежит соседям скажем так то есть видос вода связуется и не утекает под пол пленку я никакую здесь стелить не буду так ну и и наверно все все что я хотел сказать кому понравится ставьте лайки подписывайтесь на канал кстати на канале я уже показывал смотрите у меня там где там по заливке пола у меня там куча видео и по заливке пола в деревянном доме штукатуркой то есть это вообще такое интересное интересный способ который я делал то есть смотрите заходите пишите комментарии подписывайтесь и Продолжение следует...